привет с вами канал колесо точка ру и мы поговорим с вами о фабричных и нефабричных вещах к нам вчера в гости заезжал известный блогер путешествий к александр кондрашов на своем двухсотики для него друзья сделали специальные прямо вот тюнингованные кованые диски 20 диаметра он к нам приехал и говорят ребята колесо помогите поставить колеса мы постарались из первого захода не получилось давайте вместе посмотрим почему и что с этим делать и диск он не имеет возможности деформации правильно соответственно все энергии удары приходится в полючек и подвески этим диском часть ударов площадь из шины почему я не люблю рэнфлет он дубовый как шина то есть вся энергия уходит в подвеску конечно ребят не слышите его кованые диски вы огонь делать что я хочу сказать у нас в гостях блогер которому на заказ его портёры сделали единый дискет Александр Сенажев да и чтобы с этими дисками а он может приехать на смотаж конечно надо сеть шлифов с крючком потому что именно у нас делают качественные усилия и 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 так что произошло нам приехал александр которому знакомые специально под его двух сотик сделали диски кованые диски двадцатого диаметра что это значит что помимо того что оригинальный двух сотик ездит на восемнадцатых колесах здесь диаметр 20 дюймов они изменили вылет диска базовый вылет на лэндкрузе это 60 что это значит что расстояние от привалочной плоскости диска внутри до середины диска 60 миллиметров то есть диск должен стоять несколько глубже на этой версии сделали вылет скорее всего это 45 или это 40 то есть расставили его наружу это видно по арке что теперь колесо выступает за арку но конечно же так как это кастом то есть диски штучной работы можно увидеть тут ему сделали приятный бонус александра кондрашов написали помимо того что это такой приятный бонус получились некоторые технические изменения и мы вчера эти диски установить не смогли александр от нас уехал несколько расстроенный но мы сказали сани не волнуйся мы все сделаем что получилось александр приехал к нам вот на этих чудесных зимних колесах с шинами бридж и устанавливает свои летние диски почему мы не смогли это сделать потому что диски на которых он приехал это не оригинальные диски литые литые диски как правило прижимаются конусом соответственно маленькая гаечка внутрь вставляется все хорошо но ребята сделавшие эти чудесные ковные диски конечно не подумали о том что свои оригинальные колеса от ленд крузера от которых есть оригинальный крепеж александр уже продал и в принципе просто сделали ему эти диски без крепежа обычно когда покупаешь в шинном центре комплект новых дисков к дискам продается специальный крепеж в чем конструктивная разница болт мало того что прямой он имеет специальную шайбу шайба сделана для того чтобы когда мы вставляем внутрь диска она выполняет принцип смазки то есть упираясь в диск не царапает его поверхность помогает очень плотно его ровно притянуть видим расчет был на оригинальные болты но в общем то конечно же мы не смогли притянуть их конусом от обычного литого диска пришлось искать прошел час мы съездили специальный тойота центр потому что такие болты кроме как на двухсотик и на 150 никуда не встают купили привезли не помогло то есть расстояние до привалочной плоскости у нас изменилось получилось на заднем колесе затянуть диск всего на 5 витков 5 витков конечно для трехтонной машины это очень мало я бы крутил на 10 на 12 и с 5 витками просто бы его не выпустил из бокса подумали окей можно выйти из положения немножко другим методом но чтобы хоть как то сделать подумали что мы этот болт сможем смазать вот здесь графитовой смазкой что позволит даже без кольца его закрутить но потом мы перешли к колесам передним и совсем все пошло не так посмотрим то есть после первой проблемы когда мы на задних колесах могли крепежный элемент затянуть всего на 5 витков что конечно непозволительно для трехтонной машины на передних колесах мы столкнулись с новой темой здесь стоят спортивные тормоза что это значит диски составные сердцевина прикручена болтиками отдельно к тормозной поверхности сердцевина более массивная чем у оригинального диска то есть она вот здесь занимает больше места до диска и она съела дополнительных 2,5 миллиметра что нам позволило крепежный элемент накрутить всего лишь на 2,5 витка один виток это примерно полтора миллиметра конечно же представьте себе треть сантиметра для нагрузки с 500 килограмм на колесо в среднем подводя итог сегодняшнего дня мы не смогли отпустить Александра на машине с новыми колесами домой к сожалению или к счастью потому что в обычном гаражном монтаже скорее всего сделали бы вот так вот прикрутили на 5 витков и сказали давай до свидания но мы хотим видеть его еще снова и снова поэтому отправили домой на такси сами в свою очередь берем оригинальный крепежный элемент от Land Rover и отправляем в цех на доработку чтобы изменить диаметр носика с 23 на 21 с половиной миллиметра чем впоследствии прикрепим данные диски кастомные его автомобилю с вами канал колесо точка ру подписывайтесь на нас ссылочки будут в описании следующая серия о том как мы наконец поставим новомодные колеса Александра на эту машину удачи